всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео для своего канала на ютубе в частности про основы электротехники сегодняшняя тема электроизмерительные приборы вот так выглядят то электроизмерительные приборы и же называют комбинированными они же тестеры и они же мультиметры чем они отличаются по предназначению ничем разница в том что в их конструкции формы набором приборов есть комбинированные то есть все это вместе есть раздельные самый стандартный набор комбинированного прибора это амперметр олметр вольтметр то есть измеряет силу тока напряжение сопротивления вот на изображение слева мы видим скажем такой старые модели комбинированного прибора он же мультиметр вот он скажем такого советского времени такие уже не в ходу он скажем работает еще участвует там батарейка нужно еще поставлять батарейку изображение посередине мы видим отдельные измерительные приборы под буквой а амперметр под буквой b вольтметр кратко напомню для чего каждая единица измерения нужна сил тока она измеряет физическую величину то ли но и того или новые электроны как он движется по проводнику то есть сколько количество заряженных частичкой пройдет поэтому проводнику заход единицу времени напряжение напряжение это такая физическая личина которая отслеживает два конца одного и того же проводника то есть представьте себя опять же трубу на одном конце радиус допустим 10 миллиметров а на другом конце 20 миллиметров так вот это и есть так называемая разница потенциалов или же просто напряжение и извращение с права мы видим уже так называем привычный нам мультиметр в котором есть не только стандартный набор амперметра вольтметра омметра но также может уже быть дополнительные можете измерение ваттметр там тепло там измерение герца то есть это чистоту полуволн это стандартная это 50 60 в розетках там любой цепи и так далее эти приборы как правило уже более профессиональные и такие приборы как правило встречается уже у электромехаников и у электриков и людей которые связаны с работают с электричеством а сам простейший там в нем сам простейший мультиметр всего содержится амперметр вольтметр омметр и стоит он где-то на рынке в пределах ну в среднем где-нибудь 300 рублей такой самый дешевенький также они отличаются не только формы размером там набор функций да ну и скажем так погрешностью то есть если допустим самый дешевый мультиметр может ошибиться там на 10 процентов от реальной точности то уже такой более профессиональный мультиметр скажем может ошибиться там на 1 процент то есть вот такая может наблюдаться разница ну и следующее изображение которое я хочу вам показать уже относится скажем к старым мультиметром который я вам показал самую первую картинку на изображение слева вот помимо того что я уже рассказал про него и про мультиметры в основном к ним еще нужно хочу добавить пару слов ценой деление шкалы приборов называемое количество электрических единиц приходящий на один на одно деление шкалы цену деления приборов можно определить поделив наибольшее измерение и величину на количество деление шкалы то есть что хочу этим сказать вот если мультиметр наши современные там уже все автоматический подсчет и так далее там уже все прям точную единицу вам выводит то тут вот стрелка бегает на на советском мультиметре там поймет того что она показывает еще нужно подсчитать именно сколько там чего какая единица берей если мы ищем силу тока это то измеряется он в амперах но как мы знаем амперы это достаточно такая большая единица измерения вот и поэтому там измеряется в электрических цепях исправится мили амперы на на мультиметр изображены амперы и возникает вопрос как же посчитать так вот для этого есть такая формула который я вам привел с лево в нижнем углу наибольшее измерение величина делится на количество делений шкалы и получаем цену день шкалы что этим хотя сказать вот представьте у вас стрелка по амперметру показала 5 до а у вас количество деление шкалы 10 то есть в эту пятерку делите на 10 и получаете число то есть цену деление каждой шкалы это получаем где-то 0,2 то есть каждая шкала равняется 0 2 то есть это уже считаем не 0 1 2 3 4 5 6 7 и так далее а уже начинаем 0 0 2 0 4 0 6 0 8 и так далее вот это уже будет точная цена деления шкалы которую вы измеряете в той или иной единиц измерения но на этом все всем спасибо приведем краткий итог сама тема конечно коротенькая но бывает тема разные будет длинный будет короткий мультиметр что такое это прибор который измеряет ток в цепи и по стандарту это силу тока напряжение сопротивление а все что идет к ним в комплекте это уже считается более таки профессиональные амперметры мультиметры просто мультиметры каждый по-разному называют этот прибор вообще называется комбинированный но бывает и отдельные то есть отдельно амперметр отдельно вольтметр и так далее но суть одна они измеряют единиц измерения электрического тока но на этом все всем спасибо не забывайте писать комментарии ставьте пальцы вверх подписываться на мой канал и ставить колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео но на этом все всем спасибо до новых встреч